Добрый вечер, это программа «После новостей». Меня зовут Илья Зайцев. И наш гость сегодня – генеральный директор компании «Красноярский крематорий» Вадим Абдулин. Вадим, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Мы хотели сегодня поговорить про ту акцию, которую «Красноярский крематорий» и партнеры организовали в этом году по уборке могил на двух красноярских кладбищах. Но прежде хотелось спросить, а с чего этот проект начался? Насколько я помню, похожие проекты компания уже реализовывала раньше. Да, мы занялись в преддверии 70-летия Великой Победы, мы занялись восстановлением заброшенных бесхозных могил ветеранов войны по территории Красноярского края. И мы на протяжении пяти лет на кладбищах территории Красноярского края ремонтируем, восстанавливаем, меняем памятники, оградки, заброшенные могилы ветеранов. За это время мы сделали порядка полутора тысячи могил. И мы, когда начали эту акцию пять лет назад, мы поняли, что ее нужно делать не к юбилеям, а ежегодно. И вот на пять лет ее продолжаем. Уточнение, я правильно понимаю, что вот это отчет только за один год? Да. И люди, и, соответственно, и вы видите, как могила выглядела до проведения ремонта? До того, когда мы начали работать, и как она стала? То есть это не просто уборка мусора, не просто уборка территории, это фактически установка новых памятников, лавочек и всего необходимого. А я правильно понимаю, что вот эти вот толстые отчеты, это за один год всего? За один год. За один год по всему Красноярскому краю? Да. То есть и есть как захоронение ветерана Великой Отечественной войны выглядело до, как после. И вы не просто убираете территорию, вы фактически устанавливаете новый памятник и всю территорию вокруг. А много еще таких захоронений осталось? Несколько тысяч. Несколько тысяч. В этом году вы расширили акцию, вы объявили о том, что с 22 апреля любой красноярец может позвонить по телефону. И попросить убрать могилы своих близких на двух красноярских кладбищах на Шинном и Батылыке. В чем вообще суть этой акции? Ну, в связи с такой обстановкой, которая сейчас происходит с этой пандемией. И администрация города закрыла кладбище в преддверии родительского дня. И мы вышли с такой инициативой предложить жителям, кто не может попасть на кладбище в связи с закрытием, и кому необходимо, чтобы на могилке умелшего убрались, мы взяли такую акцию навести порядок. То есть мы убираем мусор и моют надглобное сооружение. Ну, а если там что-то завалилось, что-то куда-то... Мы не... в эту акцию мы не делаем работу. Потому что эта услуга, она бесплатная. Мы не берем никаких денег. Люди обращаются по телефону, оставляют заявку, и мы находим захоронение и приводим его в порядок. То есть никаких дополнительных требований? Купите у нас это, закажите это нет. То есть просто человек звонит, и в волонтеры, и вы в вашу компанию убираете... В волонтеры силами компании. Немного личный вопрос. Что для вас эта акция? Вы знаете, сейчас такая ситуация, что я считаю, что если мы каждый друг другу поможем в чем-то, будет легче всем перенести это время. Ну, я считаю, что я могу помочь таким-то образом. Еще немаловажно. Люди, которым помогли. Я правильно понимаю, что вы отправляете им, как могила выглядела до уборки, как она выглядела после. Что они говорят? Спасибо. Много таких сообщений? Много. До какого числа красноярцы могут позвонить, чтобы могилы их родных убрали? До 17 часов 30 апреля. До 17 часов 30 апреля любой красноярец или житель края может позвонить по телефону 219-33-44 и попросить привести в порядок захоронение близкого ему человека. Важно отметить, что уборка производится только на двух кладбищах. На кладбище Бодолык и на шинном кладбище. И необходимо сообщить фамилию, имя, отчество. Значит, человек, который похоронен, дату рождения, дату смерти и... Сектор захоронения. И сектор захоронения. Сколько звонков вы уже приняли с начала этого проекта? Сначала, на данный момент мы приняли порядка 4 тысяч звонков. 4 тысячи звонков. Сколько из них обработано? Принятых заявок и сделанных, и будут которые сделаны, 1267. 1267. Это те, которые, выше называется, взяли в работу и уберете. Да. А с остальными, что это получается почти 2800? Данная акция выявила такую проблему, что в городе практически отсутствует регистрация захоронений. Регистрацию захоронений ведет УДИП. И у них данные только с 2007 года. То есть до 2007 года мы не знаем, не велось регистрация захоронений. Фактически неизвестно, сколько есть захоронений на кладбищах. Никто этого не знает. То есть я правильно понимаю, что человек может объяснить, как туда пройти, но номер сектора и с какой стороны зайти, он не понимает. К тому же на кладбище не хватает информационных носителей с указанием секторов, с поражением секторов, в том виде, в котором они сейчас существуют. Этого недостаточно. Люди не видят их практически. Они могут назвать 4-й сектор, а по факту это окажется 49-й сектор. То есть нужно этой работой заниматься. Есть проблема. Проблема, что эту ситуацию каким образом можно изменить? Каким можно ситуацию это исправить? Необходимо провести инвентаризацию всех имеющих захоронений на всех кладбищах. Об этом еще в 2017 году указывал президент России Владимир Путин. Нужно повести инвентаризацию захоронений путем GPS-обозначений, созданием какого-то цифрового носителя. Возможно, программный телефон, который будет с геоаксацией, который будет приводить к месту захоронения. И данными захороненного человека. То есть любой человек может зайти на этот сайт, допустим, и вбив данные умелшего, найти, где он захоронен. Есть поручение президента 2017 года. Их, судя по всему, никто не отменял. Но это же огромная работа. Кто способен ее сделать? И можно ли ее сделать за какой-то короткий промежуток времени? Думаю, что за короткий промежуток времени невозможно сделать. Потому что мы имеем в границе года 10 кладбищ. Но если начать работу сейчас, то результаты будут через несколько лет. Но будут результаты. А еще уточнение. А вот это, конечно, не гордость Красноярска. Но тем не менее факт, что кладбище Будалык одно из самых больших в мире же. Я правильно понимаю, что по результатам инвентаризации ситуация может измениться? Оно может стать либо еще больше, либо шинное, которое по площади, по-моему, внушительное или нет? Может быть, и шинное станет самым большим кладбищем. Мы не знаем количество захоронений. Смотреть по площади, ну, это неправильно. И, знаете, не могу не воспользоваться случаем. Но хочу спросить про проект строительства Красноярского крематория. Об этом одно время очень активно говорили. Ваш проект был признан победителем на конкурсе, который проводила администрация города. И вроде бы тогда говорили о начале какой-то работы. После этого никакой информации про крематорий не было. Что с проектом сейчас? Ну, проект очень серьезный. И поэтому мы подходим на все 100, как говорится. Мы проходим все экспертизы, какие необходимые. И работа в этом направлении ведется, не останавливается. То есть я правильно понимаю, что после завершения всех необходимых экспертиз появятся примерные сроки, когда проект может быть реализован? Я напомню, что в нашей студии был Вадим Абдулин, генеральный директор компании Красноярский крематорий. Также напомню, что до четверга 30 апреля, до 17.00, красноярцы могут позвонить по телефону 219-3344 и оставить заявку на уборку могилы своих родных. Учитывая, что из-за пандемии доступ на кладбище закрыт. Отмечу, что только два кладбища участвуют в этом проекте. Это кладбище Бодолык и кладбище Шина. И я еще раз напомню, что очень важно сейчас оставаться дома и лучше дома с ТВК. Хорошего вечера.